В ЖГТУ состоялся круглый стол на тему развития профессионального самоопределения и становления будущих инженеров. Совместно с ВУЗом организатором выступил Ижевский электромеханический завод «Купол». На встречу пригласили представителей образовательных организаций города. В частности, речь шла о наработанном опыте оборонного предприятия в системе непрерывного профессионального образования и подготовки будущих кадров. «Коло, техникум, ВУЗ, предприятие для нас очень важная система, потому что в некоторых цехах у нас до 50% рабочих имеют высшее образование. А некоторые цеха вообще, в принципе, кандидатов без высшего образования даже не рассматривают на рабочую профессию. Это связано с тем, что, я вам сказал ранее, то есть комплексом по себе ТОР высокотехнологичный». О взаимодействии ВУЗа с общеобразовательными организациями по подготовке учащихся инженерных классов рассказала начальник Центра довузовского образования ЖГТУ Светлана Галеева. К примеру, уже не первый год ведется сотрудничество с 80-й школой Ижевска. «Практика оказалась очень востребованной по данному направлению инженерных классов. И в этом году у нас уже два пятых класса инженерных на базе 80-й школы. Они идут по разным траекториям развития. Траекторию развития мы согласовываем изначально с администрацией школы, когда ребята поступают в пятый инженерный класс. А уже дальше по итогам учебного года мы обсуждаем не только с администрацией школы, какой профиль у ребят будет в шестом, седьмом, восьмом, девятом классе, а и с ребятами ведем разговор и ведем разговор с родителями на те встречи, которые у нас проходят на базе ВУЗа». В ЖГТУ состоялась международная научно-практическая конференция, тематическое название которой «Управление в современном мире. Социально-экономическая парадигма». Модератором площадки выступил исполняющий обязанности директора Института цифровой экономики ЖГТУ Андрей Кузнецов. Ученые анализировали тенденции развития науки и практики управления в социокультурном пространстве. К примеру, один из докладчиков, директор Удмуртского филиала Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Анна Овчинникова, обозначила экономические проблемы развития Удмуртской республики с учетом формирования регионального рынка труда, финансово-бюджетной и промышленной политики, обеспечения экономической безопасности территорий. Институт энергетики ЖГТУ провел день открытых дверей на муниципальном предприятии «Ижводоканал». Его сотрудникам детально рассказали о профильных специальностях. Сотрудничество с ЖГТУ по подготовке кадров продолжается более 20 лет. К коммунальному предприятию требуются инженеры в сфере водоснабжения. В свою очередь студенты и преподаватели проводят практические занятия на базе «Ижводоканала». Для решения инженерных задач имеют возможность использовать оборудование и современные приборы водоснабжающего предприятия.